13.06 в Кирове начинается программа интервью, непривычно мне всегда говорить, что программа интервью, потому что обычно в это время особое мнение, но тем не менее здесь, наверное, будет интервью с элементами особого мнения, поскольку очень много вопросов пришло на сайтах akero.ru, в раздел анонсы, мы предлагали вам, слушатели, написать ваши вопросы нашему сити-менеджеру, и он у нас сейчас уже в студии, Илья Шульгин, глава администрации. Вопросов действительно много, а многие из них пересекаются с теми темами, которые я запланировала, поэтому начнем вместе со слушателями задавать, собственно, темы. Ольга пишет, не устали ли вы просматривать фотографии от подрядчиков с очищенными улицами, которые вам в мессенджере они скидывают? Вы сами-то это делаете? Какие-то меры ответственности приходилось назначать уже на основе фото, или это просто дисциплинирующая мера для подрядчиков? Ну, могу сказать сразу, что не устал и не устану, потому что это определенная обязанность, которая лежит на, наверное, любом сити-менеджере смотреть, каким образом прибирается город. Все фотографии смотрю, включаюсь в ленту, если что-то замечаю, где нужно подправить, делаю замечание, делаю это максимально, стараюсь максимально корректно, без эмоций, потому что это мешает работе. А что касается дальнейшей работы, меры ответственности и всего остального, она, в принципе, поверьте, в той работе, которая за последний месяц совместно с подрядчиками проведена, они сами себе довольно строгие судьи и уже сами понимают, что только от них, от нас всех, от общих усилий зависит, каким будет наш город. Тем более в предпраздничные дни и сами уже дают предложение, что к основным торговым точкам, к основным центрам притяжения наших жителей, они говорят, что чтобы, как в прошлом году, не стоять в пробках, нам необходимо, можете понатужиться и сделать все, чтобы там было чисто, чтобы было легко подъехать. Поэтому, понимаете, в данном случае наказание это мера, которая может быть применена только в случае саботажа, какого-то вот совсем уж такого явного отлынивания от работы. А все люди вовлечены и все понимают, что работают на общий результат и помогают друг другу, это тоже видно, и это обсуждается на оперативках, на утренних. Поэтому с наказаниями я бы пока применил, пока просто давайте посмотрим, что мы можем. Да, очень многие жители жалуются на уборку парковок, вы сами видите, как сужается проезжая часть, очень много машин припарковано на обочинах и парковки тоже не прибираются. Что об этом говорят подрядчики? Парковки вообще-то какая-то особенная зона, она не входит в какие-то там титулы? Нет, она входит в титулы. Ну, опять же, тут такой сложный вопрос, зона разграничения ответственности тоже она существует. Где-то эти парковки должны убирать владельцы магазинов. Вот яркий пример, и такой пример очень хороший, это компания «Глобус». Сеть магазинов наша городская, можно ее смело поставить в пример, потому что, когда мы собирали торговые сети и стоял вопрос об очистке парковок, у очень многих сетей были вопросы, что трудно, технику нужно убирать, она не убирается, на ночь оставляют. Я говорю, ребята, вот у вас есть пример, вот, пожалуйста, переговорите с хозяевом «Сити-Глобус», у них таких проблем почему-то не возникает. Они чистят, они украшают себя на Новый год, то есть все у них хорошо. Проблема парковок по городу, она существует. И тут у нас вот выявился такой системный сбой, когда получается, что мы должны взаимодействовать с ЕБДД, машину возить на штрафстоянки, которые паркуются в неположенном месте и мешают уборке снега. Но тут, опять же, во-первых, у нас нет муниципальной штрафной стоянки, это раз, ее надо организовать. У нас нет адекватной помощности эвакуационной службы, которую нужно сделать, это два. И третье, ну, нужно садить условия, чтобы у людей было куда машины переставлять. Поэтому тут, при всем понимании, мы просто пока наблюдаем и выявляя такие системные сбои, думаем, что с этим делать. Потому что пока работает в ручном режиме, просим, подкладываем листочки под дворники автолюбителей, и, пожалуйста, уберите, и убираем. И, в принципе, результаты тоже есть. Есть откровенно заросшие улицы, такие, как, например, улица Молодая Гвардия, допустим. Есть такие примеры, например, Горбачева все убрали, включая парковки, волшебным образом. То есть, видимо, что-то получается. Где-то с ЕБДД нормальный контакт налажен, и эта работа успешно, так скажем, проводится. Есть над чем работать, вопросов нет, но двигаемся. Да, кстати, там разные подрядчики. Один прибирает так, другой по-другому. Интересный вопрос вы затронули. Давайте я еще про снег продолжу. Но все-таки организация муниципальных стоянок и службы эвакуаторов – это задача какого времени? Ближайший год. Ближайший год. И что это будет значить для кировчан? Для кировчан это будет значить, что нам нужно научиться уважительно относиться к своему городу и к жителям, которые по нему ходят и ездят. Нужно распланировать каждый сантиметр городской земли таким образом, чтобы было где оставить машину на законных основаниях, чтобы это не мешало движению, чтобы люди отучились оставлять машину на пешеходных переходах, чтобы водитель, который оставил в неположенном месте машину, и она мешает проезду, понимал, что не просто так его машина эвакуирована, чтобы у нас были средства ее эвакуировать, и чтобы нам не нужно было для этого у частных компаний арендовать частные же стоянки. Нам нужно свою муниципальную, куда свозим. И, в принципе, во всем мире на этом муниципалитет зарабатывает деньги. Будет создана муниципальная служба? Да. Понятно. С каким-то количеством сотрудников, инспекторов? Ну вот, чтобы не было ощущения, что опять будет создана какая-то новая муниципальная служба, то есть мы сейчас просто смотрим, каким образом оптимизирует существующий штат сотрудников, который работает и в администрации, и в подвесных учреждениях, и вот, не выходя за рамки этого штата, необходимо просто перераспределить обязанность создать новый функционал, который позволит эти задачи решать. Илья Вячеславович Шульгин в студии нашей радиостанции. Еще про снежную уборку, уборку снега. Мы говорим о снежных полигонах. Это такая боль всегда в городе Кирове. Полигоны в прошлые годы часто не справлялись с объемом снега, который на них вывозился. Жители жаловались на то, что переживают за инфильтраты и прочее. Удалось ли вам вникнуть в эту проблему? Как вы оцениваете состояние снежных полигонов? Требуются ли нам новые? Я думаю, что нам потенциально требуется по-хорошему, как это принято, опять же, везде, снегоплавильные станции. Но это, так скажем, я, честно говоря, даже не буду сейчас озвучивать, в каком горизонте планирование это сделать. Я думаю, что вот, если в течение ближайших двух-трех лет нам эту задачу удастся решить, то это будет большая победа, потому что сегодня те площадки, которые муниципалитетам выделены под хранение снега, ну, во-первых, не всегда удобно, они весьма удалены. И при всем при том, что по данным Министерства экологии мы не затрагиваем никаких там водных пластов, не нарушаем экологию, тем не менее, ну, понятно, что городской грязный снег вывозить куда-то, это не совсем правильно. Все-таки должна быть определенная у нас культура подобных мероприятий. Ну и плюс к тому, что скрывать, некоторые подрядчики начинают сваливать снег куда попало. Ну, вот из последних сигналов по этому поводу в районе Горнолыжной... Улица Урицкого. Урицкого, да, в районе Калинка-Морозов опять туда свозит снег. Видимо, ну, как-то вот, я не знаю, будем все-таки такие вещи отслеживать, внимательно к этому присматриваться и людей поправлять, чтобы такого больше не случалось у нас. Снегоплавильные станции, ведь, кроме всего прочего, позволяют использовать как раз новые материалы для посыпки улиц, да, гранитную крошку? Да. Там удается, ну, если все правильно организовать, то есть при рассеве гранитной крошки и небольшом использовании таких препаратов, как Бионорд, мы создаем благоприятную ситуацию на дороге, и при этом по весне специальной техникой собираем эту гранитную крошку, а та крошка, которая у нас мигрирует вместе со снегом на снегоплавильной станции, там она, опять же, улавливается, рассевается и отдается на хранение. То есть по мировой практике, ну, вот то, что нам предлагают посмотреть норвежцы, финны, шведы, то, что у них происходит, в сезон они теряют примерно от 30 до 40 процентов гранитной крошки. Все остальное у них остается в распоряжении муниципалитета, поэтому это, в принципе, такая хорошая история. И если правильно к этому подойти, то я думаю, что мы это сможем наладить. Для завершения этой темы по снегоплавильным станциям вы видите это как муниципальное какое-то образование, чтобы этим занималось, или привлечение частного инвестора, или государство на частное партнерство? Сразу не скажу, потому что нужно сразу понимать, что любое такое мероприятие, любое такое предприятие – это затраты. Нужно правильно оценить их и сделать такую финансовую модель, которая нанесет наименьший урон нашему городскому бюджету, потому что здесь нужно понимать, что мы не настолько богаты, чтобы себе позволять такие вещи. Поэтому я думаю, какое-то либо государственное частное партнерство, но это просто модель, которая не всегда, не то что не всегда, она пока у нас не работает. Она не опробована даже в нашем городе. Честно сказать, да, есть примеры, там один-два случая на всю Россию. А с привлечением инвестора, ну опять же, через подрядные работы, я думаю, что это вполне себе возможно, и мы будем внимательно смотреть, как можно сделать так, чтобы и бизнес привлечь, потому что будет невыгодно, он просто не пойдет. И мы, чтобы много не потеряли. Сейчас перейдем на короткие полминуты. Напоминаю, что у нас в студии глава администрации города Кирова Илья Шульгин. Продолжаем разговор с главой администрации города Кирова Ильей Шульгиным. У микрофона работает Светлана Занько. Еще два вопроса по уборке города, поскольку нам предстоят большие праздники, и нас интересует вопрос, кто и как будет инспектировать город в предстоящие праздники, и куда жаловаться, если что. Жаловаться такое слово не очень. Сообщать о проблемах возникших. Также в администрацию города у нас работает единая диспетчерская служба города. Все вопросы там можно озвучить. Сотрудники, которые администрации, мы по большей части все остаемся в городе. Я, по крайней мере, буду здесь. Понятно, что хочется и отдохнуть, и с детьми куда-то сходить, но так или иначе дежурство все обозначено, люди будут на месте. Поэтому тут беспокойства у граждан быть не должно, что кто-то останется без внимания. Наоборот, это праздники, это как раз то самое время, когда повышенное внимание городу будет оказано. А что касается уборки, то опять же начинается Новый год, новый титул, новые уже деньги, бюджет 2018 года. Поэтому тут обеспеченность подрядчиков полностью соблюдена. И все те же подрядчики, которые сегодня убирают улицы, ровно в таком же режиме будут убирать наш город. Тем более, что я думаю, что в связи с тем, что часть горожан у нас город покинет, либо за город, к себе на даче, в дома, либо совсем уедет путешествовать куда-то, машин все-таки будет, наверное, поменьше. Поэтому я думаю, что и город мы приберем получше, почище. Продолжаю читать вопросы с сайта хакера.ру. Сразу сообщаю нашим слушателям, что все темы, которые вы предложили для обсуждения, взять не удастся. Но я надеюсь на постоянные и регулярные встречи с нашим сети-менеджером. Да, Илья Вячеславович? Да, конечно, я готов. И вот вопрос, который написал Дмитрий Сергеев. Это директор компании «Маяковская», одной из ведущих застройщиков нашего города. Только что в дневном развороте мы с застройщиками как раз многие темы по строительству обсуждали. Значит, Дмитрий, следующий вопрос его волнует еще как члена областного законодательного собрания. Вопрос связан с принятым новым тарифом на вывоз твердых бытовых отходов и неизменным городским тарифом на управление домами, в который входит вывоз ТБО по старому тарифу. Просчитывалась ли финансовая нагрузка на управляющие компании и не приведет ли это к банкротству управляющих компаний? От себя добавлю, что мы разовьем тему твердых бытовых отходов сразу после того, как вы, Дмитри, ответите. Ну, я могу сказать, что такой вопрос очень чувствительный для горожан. И вот сейчас мы как раз думаем над тем, как составить модель с тарифами, чтобы горожане не почувствовали резкого роста. К сожалению, вопросы с тарифами – это не наша история, это то, что нам выдумывают, так скажем, наши федеральные власти. У нас были большие вопросы с предъявлением негативки за 15-16 годы нашим операторам. Это по всей России была большая очень работа и было очень много шума, потому что все понимали, что наши операторы и так не сильно богатые могут очень серьезно пострадать от такой финансовой нагрузки, которую Министерство правопользования России попыталось переложить на их хрупкие плечи. На сегодняшний день я могу сказать, что этот вопрос благополучно решен. В Государственной Думе нас услышали депутаты и можно уже с этой стороны угрозы не бояться. Что же касается наших дел городских, то основная задача – это чтобы не было резкого роста. Поэтому сейчас с управляющими компаниями отрабатываем все эти вещи. Но в любом случае я могу сказать одно, что поскольку очевидно, что вывоз мусора – это новая отрасль, которая сегодня приходит в наши дома, потому что до сих пор такого у нас не было. У нас совершенно с 1 января 2019 года новые законодательства в России и все правила обращения твердых коммунальных отходов прописаны. И коммунальные отходы – это уже коммунальная услуга, отдельно тарифицируемая. Поэтому горожанам нужно приготовиться к тому, что здесь будет определенный рост. И за вывоз мусора нам всем нужно будет платить. Что касается вообще вопроса твердых бытовых отходов, он вызывает всегда очень резкую и активную реакцию и специалистов, и населения. И, как мне кажется, мы здесь просто очень часто обсуждали в студии и в общественной палате, и в общественном совете при Министерстве экологии. Часто возникают такие вещи от недостатка информации. Однако за последний месяц лично вы два раза уже публично высказывались по поводу планов городской администрации и правительства в обращении с твердыми бытовыми отходами. Впервые это случилось, когда вы озвучивали на завтраке с губернатором, когда губернатор встречался с главными редакторами СМИ. Второй раз я это услышала вчера на общественном совете по экологии. Я бы хотела, чтобы вы это озвучили в нашем эфире, какие все-таки есть реальные планы, к чему мы движемся в связи с тем, что действительно федеральное законодательство поменялось, и в связи с тем, что у нас крайне критическая ситуация, как вчера Виктор Налбегов, министр экологии, сказал, нас ждет апокалипсис, если мы не будем принимать оперативных решений, мусорный апокалипсис. Какие четкие планы намечены, к чему мы идем? Мы идем на самом деле к цивилизованному решению данного вопроса, потому что, к сожалению, очень много выдумок и небылиц вокруг отрасли обращения твердых коммунальных отходов существует. И почему-то у людей в голове, когда речь идет об организации полигона твердых коммунальных отходов, возникает сразу такая модель, что это будет такая свалка-помойка, по которой бегают крысы и все остальное. Вот это неприглядное пахнет и выглядит совершенно ужасно. Мы сегодня как раз от этой модели, от тех свалок, которые сегодня, к сожалению, мы наблюдаем во врагах, на полях, такие самостейные, непонятные совершенно образования мусора, которые несознательные граждане не организуют. Мы хотим как раз и перейти к организации цивилизованной, чтобы у нас полигон выглядел совершенно по-западному, что ли, так скажем. То есть это, по большому счету, завод по захоронению, сортировке и переработке мусора именно в такой последовательности. То есть сегодня очень много спекуляций по поводу организации полигона в Осинцах нужно в Слободском районе сразу сказать, чтобы все спекуляции по этому поводу пресечь. Это проект, который уже существует давно. Он прошел все необходимые экспертизы государственные, в том числе экологические. Все документы оформлены и до мая этого года мы должны получить там первую карту этого полигона, на котором будет производиться пока захоронение. После этого инвесторам в планах открыть вторую карту, где будет производиться сортировка. Это процессы, которые будут идти параллельно. Впоследствии там планируется и переработка мусора. Но поскольку мы сейчас понимаем, что в один день все не получается сделать, понятно, что это планы в горизонте планирования от одного до трех-четырех лет, возможно до пяти. То есть там у нас возникнет совершенно цивилизованный большой полигон, который будет выполнять эти функции. Кроме того, поскольку у нас город довольно вытянутый, и необходимо понимать, что мы находимся все-таки в городской агломерации, в которую входит город Слободской с севера, с северо-востока. И город Кирово-Черпецк-восток, то очевидно, что для этого большого количества жителей необходимо все-таки, чтобы были еще какие-то запасные варианты, которые сегодня мы, можно сказать, что уже нашли, и нам необходимо просто правильно сделать там все работы. Прежде всего, землеустроительные. Это существующий полигон Куприд, за которым существует определенная площадь земель, которую можно использовать под развитие. И, кроме того, поскольку мы синхронизируем свои планы с Минтрансом нашим областным, то понятно, что по программе развития наших дорог в свое время у нас появится мост через реку Чепцу за Кирово-Черпецком, и у нас появится доступ и со стороны Слободского, и со стороны Кирово-Черпецка на территории бывшие торфяные копии Каренторфа, которые довольно серьезно удалены от всех населенных пунктов, и, в принципе, социальной напряженности в обсуждении обустройстве там современного полигона быть не должно. Но это большие дальние планы, которые зависят не только от нашего желания, поэтому вот примерно такая дорожная карта, она на сегодняшний день примерно существует. Прошу сразу слушателей наших дорогих горожан не пугаться тому, что вот мы себя окружаем поясом каких-то полигонов. Это, на самом деле, хорошая история со строительством новых площадей производственных, производственного характера. Создаются новые рабочие места, причем первоклассные рабочие места, где все зарегулировано, и там не будет места никакой ни серой, ни черной залпы. Это вполне себе будут мощные, хорошие предприятия по переработке. Что касается тарифов для населения, вот такая карта дорожная позволит ли нам плавно войти в повышение тарифов, потому что очевидно, что за сортировку и уж тем более переработку мусора, когда она настанет, многие ее требуют, но в этот момент не думают о том, что платить нужно. Что касается тарифа, снова возвращаемся к нему, он как будет распределяться, как это все будет происходить, ну то есть его повышение, процентные суммы, как они исчисляются, это делает федерация, это делает область, это делает город. Ну, согласно нового закона, который вступил в силу, и с 2019 года мы должны в эту отрасль войти, вот сразу могу ответить тем людям, которые требуют сразу глубочайшей переработки мусора, как это принято в Японии, в Западной Европе, в Корее, в Южной, в таких вот мощных цивилизованных странах, Сингапур, нужно понимать, что это любая переработка, чем глубже, тем она дороже. Поэтому требовать сегодня, это просто на своей же шее затягивать финансовую такую петельку, потому что не способны мы пока вот это все потянуть, а по-хорошему все-таки в цивилизованное русло переводить эти потоки мусора необходимо. Поэтому здесь главная задача правительства и администрации в том состоит, чтобы не было никаких резких переходов, где-то, если нужно, взять финансовую ответственность, может быть, даже на себя. Сегодня надо отдать должное, все-таки, ну, большинство людей платят либо небольшие суммы за захоронение мусора, либо не платят вовсе. Вообще игнорируют, не заключают договоры. Нам нужно просто потихоньку себя приучить к тому, что, чтобы жить в чистом мире, как это принято во всем мире, нам необходимо все-таки нести каждому персональную небольшую финансовую ответственность, то есть каждому вложиться в это. Есть определенное недоверие, потому что многие люди говорят, что, ну, сейчас мы опять заплатим, опять все там куда-то украдут, по карманам растолкают, все останется как есть. Это неправда. Это неправда, потому что нужно понимать, и что происходит в нашей стране, какие вектора работают. Вы посмотрите, как взялись за уборку мусора и за ликвидацию полигонов в Подмосковье. Это очень серьезный сигнал всем нам, что экологическая проблема, а из нее вытекает уже комфортное пребывание граждан в своей территории, это прежде всего забота государства, чтобы эти условия создать. Но бесплатных историй не бывает, поэтому государству пристроят большие траты по этому поводу, и мы все через тариф будем в это вовлечены. Поэтому тут как бы... И вот хороший вопрос, только что пришел буквально на сайт от Михаила, может быть, и в помощь действительно в решении этих проблем. Михаил спрашивает, будет ли создан общественный совет по вопросам ЖКХ при администрации города Кирова. Нужны ли вам общественники для решения таких вопросов? Конечно. Потому что, к сожалению, работая каждый день, утопая в этой текучке проблем городских, которые существуют каждый день, они очень серьезно отвлекают от каких-то стратегических задач. Общественный совет – это всегда тот инструмент, который позволяет очень быстро и решения принимать, и формировать, фокусировать свое внимание на очень острых проблемах, которые сегодня у людей болят, они сегодня важны, и не надо на потом их откладывать. Сейчас прервемся буквально полторы минуты. Напоминаю, что вы сегодня слушаете интервью с главой администрации города Кирова Ильей Шульгиным. Через полторы минуты снова в этой студии. Продолжаем разговор с главой администрации города Кирова Ильей Шульгиным. У микрофона работает Светлана Занько. Ну, раз уж мы заговорили об общественниках, то хотелось бы узнать ваше мнение о тех общественных проектах, которые были презентованы примерно месяц назад на рабочем совещании, которое вы проводили вместе с Еленой Ковалевой. Я имею в виду проекты 30 скверов, больше, чем парк, квартал 119, Малые реки Кирова и велосипедизация. Что происходит с ними сейчас? Как вы вообще, даже не что происходит, а как вы их оценили, насколько они полезны для города и будете ли запускать в работу эти проекты? Если говорить о моем отношении, то я считаю, что само существование таких проектов это большая удача для нас, потому что, во-первых, это четко дает понимание, что люди хотят и где они хотят. И кроме этого, говоря об этих проектах, их там было несколько штук, самое главное, что реализация этих проектов не предполагает серьезные нагрузки на бюджет. То есть там люди готовы вкладывать и свои личные деньги, привлекать частных инвесторов. То есть работа, по большому счету, сделана до нас. Нам нужно только поддержать и организационно, и какими-то своими мероприятиями от администрации, чтобы это все шло в том русле, чтобы это быстро развивалось. Потому что затягивать в какой-то долгострой, в какие-то там непонятные вот эти истории все не стоит. Они все компактные очень проекты, поэтому сегодня дано поручение соответствующим службам подготовиться. Завтра у нас промежуточное совещание по этому поводу, с привлечением тех общественников, которые приходили, эти проекты презентовали. То есть мы должны понимать, что за месяц мы какую информацию подобрали, что мы сделали с той и другой стороны, и каким темпом нам двигаться дальше. Потому что я бы хотел, пока на рельсе это не будет поставлено серьезно, я хотел бы каждый месяц собирать и смотреть, как мы двигаемся. Потому что я думаю, что при должном контроле можно вполне себе за следующий год сделать очень многое. Это самое главное, что это будет в конве общефедерального проекта создания комфортной городской среды. То есть у нас в этом плане есть понимание того, что, по крайней мере, правительство России нас очень в этом поддерживает. И эта программа пятилетняя, поэтому вот в течение пяти лет, пока будет действовать программа, мы рядом с этой программой параллельно, синхронно можем сделать гораздо больше. То есть мы реально в наших руках город преобразить. И, в принципе, я думаю, что самый главный результат того, что мы встречались тогда, это понимание того, что у нас есть люди, которым интересно, есть люди, которые увлечены, есть люди, которые не только готовы говорить, но и которые готовы делать, потому что ведь сделать проект — это нужно приложить массу усилий, это нужно уметь. А это сделано, причем это сделано в эскизах, в каких-то проектах, в каких-то планировках. То есть это все нужно собрать там, где не хватает профессионализма, добавить своего, потому что у нас есть специальное муниципальное предприятие, архитектура, которое, в принципе, может серьезно в этом деле помочь. И плюс к этому, я думаю, что и люди сами уверуют в том, что от них зависит улучшение к лучшему. — Раз уж мы заговорили, не буду здесь уточнять, потому что мы делали вчера программу большую, сразу слушателям скажу, с общественниками как раз по этим проектам. И ход движения работ за этот месяц они четко озвучили, напоминают, это дневной разворот от вчерашнего дня, первая часть, вы можете переслушать, там подробности были рассказаны. Меня очень вдохновляет, что начнется процесс просчистки и благоустройства реки Хлыновка, как минимум, с помощью Министерства экологии и их активной позиции. — Там есть программа, федеральная сливая программа, расчистка малых рек. Причем я могу сказать, что недавно у нас был разбор представлений прокуратуры, которые тоже нам здесь в помощь, потому что были сигналы от экологической прокуратуры, что происходят незапланированные стоки ливневой канализации в Малой реке, в том числе в Хлыновку, и мы просто обязаны реагировать. Поэтому я думаю, что общими усилиями мы ситуацию можем серьезно поправить, потому что Малые реки — это те вены и артерии, которые через город идут. И, в принципе, это, на самом деле, потенциально очень привлекательные территории для прогулок наших граждан, для спорта, фитнеса, всего чего угодно. — Да. Илья Вячеславович, зачем вы вошли в комитет состава учредителей организации Кировский хоккейный клуб «Родина»? С какими целями? — С какими целями? У нас была и есть команда «Родина» со своим фан-клубом, со своей большой аудиторией болельщиков. И вот много было разговоров и спекуляций по поводу того, что у нас команда там набрала долгов, что там неэффективно что-то использовалось, непрозрачная там была финансово-хозяйственная деятельность. Игроки то уходят, то не уходят, зарплаты им платятся, не платятся. В общем, какая-то малопонятная история. Вот чтобы понимать это все и сохранить клуб при минимальных затратах бюджета, вот поэтому мы вошли в учредители, было недавно собрание Попчинского совета, где были приняты все эти решения, потому что самое главное — клуб сохранить надо. Вот в каком виде, давайте подумаем. Потому что все-таки идти по пути профессионального хоккея, как это принято в большом хоккее, я имею в виду нашу континентальную хоккейную лигу с огромными зарплатами и всем остальным, ну, у нас не то положение. Но при этом сохранить хороший крепкий хоккей на льду — это совершенно другая игра, более динамичная, мне она кажется более интересной. А вот вас как раз Антон спрашивает, вы интересовались когда-нибудь до прибытия в Киров хоккеем с мячом? — Понимаете, я же сам уроженец Казани, и у нас в Казани есть свой очень сильный чемпионский клуб хоккейный, который много раз выигрывал в том числе чемпионаты мира клубные, поэтому, в принципе, для меня эта игра не новая, я на нее несколько раз ходил, просто такого драйва не было, потому что, ну, просто приходил с друзьями на какую-то игру, какой-то команды, да, нашей казанской, но, тем не менее, честно говоря, у меня сильного вовлечения не было. Здесь же ситуация совсем другая, это наша команда, ну, вот наша городская, кировская, и степень вовлеченности уже совсем иная была, вот весь прошлый сезон я очень болел и переживал, и вот, видимо, уже на этой волне пришло понимание того, что, на самом деле, это определенная сложившаяся традиция, которую ни в коем случае нельзя потерять. Станем ли мы снова, что называется, трясти деньги с предпринимателей на поддержание команды? Ну, трясти предпринимателей, это как-то не очень звучит, наверное. Они так сами называют, вот прежнюю методику работы с ними. Ну, вот прежняя методика работы пусть останется в прошлом. На самом деле, сегодня мы просто хотим вокруг команды, вокруг нашего клуба собрать определенный, так скажем, круг предпринимателей, которые понимают, что эту команду ценно и нужно сохранить. Мы все-таки говорим о профессиональной команде или о любительской? Понимаете, я бы, наверное, перевел вопрос в пользу любительской команды, которая за свою игру получает какие-то, ну, пусть небольшие, но деньги, потому что чудес не бывает, спортсмен должен, извините, что-то есть где-то жить. Причем это что-то и где-то, оно должно быть вполне себе понятного уровня. Это не должны быть какие-то совсем уж, так скажем, бедные какие-то люди. Это неправильно. То есть любой человек обязан в своей жизни достойно работать и достойно получать за свой труд. Поэтому я думаю, что все-таки формат останется профессиональным. Но я вот, честно говоря, боюсь как-то вот тут сильно открывать эту тему, потому что пока вот мы на самом начале пути. Мы же понимаем, что сейчас генеральная линия государства запрещает поддерживать муниципалитетам или областным правительствам профессиональные команды. Вот поэтому я думаю, что здесь как раз будет то самое государственное частное партнерство, которое позволит государству, муниципалитету и области понимать, что происходит в клубе и сохранить ту команду, к которой мы все очень привыкли и за нее болеем. А бизнесу, который вокруг этой команды сплотится, ну это же элементарная спонсорская помощь. То есть команда играет, добывает победы, нося на себе, так скажем, те знаки спонсоров, которые, ну эта система, она принята во всем мире. И я думаю, что эта модель, она позволит нам вот обеспечить тот необходимый минимум, который нужен для того, чтобы команда в лиге играла и чувствовала себя, если не суперкомфортно, то, по крайней мере, понимала, что у нее всегда есть деньги на зарплату и есть деньги на перемещение, которое требуется для того, чтобы участвовать в чемпионате. Понятно. Значит, вопросов на сайте еще очень много. Я возьму только один. Сразу говорю, что по-новому Сергеева будет отдельный эфир. И мы, кстати говоря, проговаривали эту ситуацию в сегодняшнем дневном развороте с застройщиками. Их мнение по этому поводу вы слушали, можете на сайте сегодня вечером еще раз переслушать. Далее есть еще вопрос о компетенции вашей команды, которая поступила в ваше распоряжение, и какова мотивация сотрудников инициативностей, что вы с этим будете делать. Кстати, я не прошу глубоко копать, один только вопрос. Будете устраивать революцию, тотальное увольнение и привоз команды из Татарстана, который ожидается? Я уже это озвучил в эфире, и здесь повторю, что... Тогда коротко. Коротко, революции никаких не будет, и какой-то волшебной команды из Татарстана у меня просто ее нет. У меня есть в Татарстане друзья, с кем я много лет жил, работал, дружил. А здесь я уже говорил и сейчас повторю, я работаю с тем личным составом, который меня встречает. Вполне себе нормальные, адекватные люди. С кем-то у нас получается сотрудничество лучше, с кем-то еще пока не до конца мы сработались. Ну, понимаете, это обычный эволюционный процесс. Пришел новый руководитель, и с кем-то получается, с кем-то не очень, кто не очень. Ну, вот недавно у нас не очень получилось, с управляющей компанией Ленинского района пришлось принимать кадровые решения по директору и его команде. Ну, вот сейчас смотрим... Его уволили? Его уволили, ну, конечно, потому что, ну, я же не собираюсь бесконечно повторять, что нужно делать. Человек должен сам понимать, что если он является директором на очень неплохой зарплате, вот, и допуская здесь даже определенное, там, скажем, злоупотребление, с которым мы сейчас разбираемся, вот, можно было бы себя вести несколько иначе. Поэтому, я думаю, что здесь как раз никаких сантиментов не будет. Люди, которые проявляют элементы саботажа и неуважения к новому пришедшему руководителю, достойны только одного – выхода на улицу. А все, кто понимает, что им еще в этом городе жить и работать, с теми мы будем выстраивать нормальные рабочие отношения. Все, закончилось время нашей программы. К сожалению, не про архитектуру, не про облик исторической части города. Сегодня мы не поговорим, но поговорим в следующий раз. Я даю буквально 15 секунд оставшихся возможности Илье Вячеславовичу поздравить горожан с Новым годом. Дорогие друзья, уважаемые горожане, счастья в ваших домах, любви, дай Бог вам всем здоровья, поздравляю с наступающим Новым годом. Пусть он будет лучше, чем предыдущий. Илья Шульгин, глава администрации города Кирова, и вас тоже, Илья Вячеславович, с хорошим наступающим 2018-м. Пусть он будет успешным. Спасибо. Пусть он будет успешным.